Приветствую вас. Вопрос о том, что у автора вопроса, который пожелал остаться анонимным, проблемы в семье. А именно проблемы с его женой, которая периодически ему изменяет, периодически разрывает отношения по словам автора. Вопрос не ценит то, что он для нее делает, но через какое-то время, когда у нее не получается, построить отношения с другим человеком, она опять обращается к автору вопроса и, соответственно, он к ней возвращается, потому что любит по его словам и все как бы постарается снова. По сути, автор вопроса описывает такие, я бы сказал, довольно незрелые отношения, потому что довольно мало уделяется вниманию личной ответственности обоих партнеров мало уделяется вниманию. Уделяется мало внимания, как мне кажется, тому, что хотят партнеры, да? Как бы, то есть, вот, ну, есть, как мне кажется, с этим такая вот проблема, то есть, есть вот такая сложность, что не очень хорошо понимается, кто чего хочет, не очень хорошо понимается, у кого какие ценности, не очень хорошо понимается, у кого какие приоритеты, вот, и, соответственно, так вот складывается как-то, что каждый раз, когда начинается кризис, это становится, ну, по сути, такой вот неожиданностью для автора вопроса, вот, это становится неожиданностью, сутья по всему и для его жены, ну, потому что жена, как я понял, исходя из описания, ну, сама не раба тому, что происходит, то есть она сама, совершенно очевидно, что страдает, вот, но, тем не менее, как бы проблемы остаются, и, соответственно, спрашивает автор вопроса, как сохранить семью, то есть видно, что, в принципе, и он, и она, хотят семью сохранить, да, вот, ну, во-первых, это больно, вот, то есть это, ну, достаточно болезненно для них получается, получается, а, с другой стороны, ну, понятно, понятно, что есть довольно серьезный вопрос доверия, то есть доверия, ну, как бы нет, да, вот, и, соответственно, если, вот, какие-то, ну, какие-то, какие-то вещи, поведенческие мобили повторяются, то можно говорить о некой системности, ну, то есть здесь, вот, ну, довольно ярко прослеживается тот вот систем, что, когда, жене автор вопроса плохо плохо, вот, она его зовет, она в нем нуждается, вот, а когда, ну, все более-менее выравнивается, то опять начинает искать чего-то другого, вот, то есть, по-суть вот, такая деструктивная модель поведения происходит, Такая деструктивная схема, такая деструктивная система взаимодействия получается. И соответственно, если мы говорим о том, что можно с этой ситуацией сделать, то есть, если мы говорим о том, как можно эту ситуацию исправить. Я бы, конечно, начал с отношения астро-вопросов к самому себе. Почему? Потому что будучи спасителем, а атор вопроса спасает свою супругу на постоянной основе. Будучи спасителем, человек не может не испытывать проблем, трудности. Самотлинг не может атор вопроса не испытывать сложностей со страхами. Как то страх, например, остаться одному. Страх, например, быть ненужным. То есть, автор вопроса явно боится, что он не будет нужен. Он стремится, старается быть нужным. И стоит обратить внимание на, как мне кажется, важный момент, касающийся того, того, что как будто бы автор вопроса не особенно интересен его собственно жизнь. По тексту этого не скажешь, потому что по тексту как раз получается так, так что автор вопроса очень такой деятельный. Все время чем-то занимается, все время, значит, что-то делает. Но, тем не менее, говорит автор вопрос о том, что вот ему свою жену, например, жалко. Говорит автор вопрос о том, что кроме него у жены больше никого нет. И, на мой взгляд, это является главной проблемой. На мой взгляд, главной проблемой является то, что автор вопроса, главной проблемой, на мой взгляд, является то, как автор вопрос воспринимает свою жену. Да? То есть, он как будто бы вот все время пытается решить какие-то проблемы. Своей женой. Вот. А это пусть в никуда, потому что, с одной стороны, человек, имеется в виду вот в данном случае жена, с одной стороны, постоянно нуждается, как бы, в нем, то есть без него не может. С другой стороны, что мне кажется, является серьезной проблемой, это то, что это же ее и душит, это же ее и подавляет. То есть, мне кажется, что, как вот изначально, автор вопросом, писал, что, значит, его жене, ну, тогда еще она не была женой, его жене будущей было очень сложно. Ну, сложно, тяжело, вот, потому что у нее умирали родные люди, и он, как бы, вот, помогал. И, ну, можно понять человека, что, ну, действительно, можно и хочется помочь чисто вот по-человечески, да? Но имеет смысл различать, когда мы именно просто помогаем, когда мы находимся рядом, и когда мы находимся в отношениях. То есть, это не одно и то же. Вот, это абсолютно не одно и то же. То есть, это, это разные вещи. А у автора вопроса за счет того, что у него есть трудности, как мне кажется, с личными границами. Как бы, это не разграничивается. Хотя, вообще-то, хотя, вообще-то, это необходимо разграничивать. Помощь человеку. Вот, ну, чисто вот. Из общечеловеческих ценностей каких-то, да? Помощь человеку. И отношения. Это разные вещи. И, соответственно, причина, по которой у автора, вот, личные границы отсутствуют. Даже не столько причины важны, сколько важно их, ну, простроить. Потому что сейчас их нет. Важно и снизить, как мне кажется, общую зависимость автора вопроса об жене. Да? Важно разграничить также отношения или отношения я между ним и детьми. И между ним и его женой. Потому что, опять же, это не одно и то же. Просто важно понимать, что это разные вещи. Это разные вещи от слова «совсем». В данном случае мы имеем дело со смешиванием этого. Далее. Поскольку, поскольку проблема является двухсторонним, ну, двухсторонним. Вот. То есть, проблема есть и у автора вопроса, и у его жены. То самый лучший способ с этим обратиться, самый лучший способ что-то сделать, это пойти на психотерапию. Вместе. То есть, вместе начать психотерапию. А можно даже, прямо вот, ну, физически. Вместе. Да. Физически, вместе, вот, начать над собой работать. Физически, вместе, начать, ну, корректировать отношения. А, ну, свои, вот, учиться друг друга слышать, учиться друг друга понимать, а, как бы, с ожиданиями, вот, поработать, с восприятием друг друга поработать и так далее. Вот. Более внимательно, более внимательно, более внимательно посмотреть на то, что я делаю для другого. То есть, вот, больше уделять, вот, внимание тому, что я делаю для другого человека. Вот. Что я вообще делаю для, ну, как бы, для других людей, так скажем. Вот. Почему это важно? Чтобы не было ожиданий. Вот. Чтобы не было накапливающихся ожиданий. Ну, там, от, допустим, своего, ну, своего партнера. Чтобы не было накапливающихся ожиданий. Чтобы не было, ну, как бы, надежд, которые, которым, условно говоря, ну, может быть, не осуждено сбыться или у которых, ну, вот, достаточно маленькая вероятность того, что это сбудется. Вот. Вопросы личной ответственности очень важны, потому что если личной ответственности нет, то есть, если вот человек, как бы, сам не отвечает за свои действия, то, как он, значит, ну, себя позиционирует и так далее, то здесь мы тоже будем сталкиваться с деструкцией. Так или иначе. По-другому, ну, в принципе, не бывает. Вот. То есть, есть какой-то вот такой, я бы сказал, довольно большой массив проблем, которые нужно разбираться. И вот здесь, что интересно, не совсем понятно, а готов ли автор вопроса с этим работать, готов ли он этим заниматься, готов ли он в этом разбираться. Это вот то, что вообще, ну, в данном случае не ясно, совершенно. И в том числе, из-за этого, что в том числе, нельзя, вот, в полной мере предложить что-либо конкретное. Потому что, само собой, советы не помогут, потому что, если бы вот советы помогали, то вряд ли бы автор вопрос обратился бы к нам. То есть, советы не помогут, а непонятно, хочет ли автор над собой работать и готов ли его супруга над собой работать тоже. Вот. Поэтому я предлагаю подумать, ну, вот, в первую очередь об этом я предлагаю автор вопросов. Вот. Вот. Подумать. В первую очередь на эту тему. И дальше уже, исходя из этого, какие-то решения принимать, да, то есть, ну, смотреть, если его супруга хочет и может работать над собой это одно, если супруга, там, не хочет это другое и так далее. Вот. То есть, как-то вот, ну, как-то, наверное, так. Так. Это вот. Я бы здесь описал. Вот. Таким вот каким-то образом. Чтобы сохранить семью, желание ее сохранить, оно понятно, в принципе. Нужно, нужно что-то общее. Вот. Ну, просто что-то общее между вами, как людьми. Вот. Нужно что-то общее. Нужно понять, если это общее между вами. Если да, как оно, это общее проявляется. Вот. И проявляется. И проявляется ли вообще. Если общее есть, можно это сделать основой для отношений. Ну, отношений других. Не таких, как сейчас. Отношений более взрослых. Отношений более взрослых, что ли. Вот. Ну, потому что сейчас, как бы, ни о чем таком, вот, в принципе, не приходится даже говорить. Потому что, ну, слишком много факторов, которые этому мешают. Вот. Вот, наверное, такой какой-то ответ я мог бы дать с позиции, вот, психологии, с позиции психотерапии, в том числе профессиональной психотерапии, да. Вот. И вот то, что я мог бы, ну, предложить. Простых, 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 простых решений здесь нет и, ну, и вообще быть не может. Там, 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 ну, слишком много факторов. Вот. То есть это, это вот. Неоднократные измены, да, неоднократные конфликты, вот, и так далее. Что еще хочется сказать, пожалуй, то, что у автро-вопроса есть трудность с предателем, то есть автро-вопроса с незавидной чистотой как бы предают, то есть кто его друг предаст, то вот супруга его предаст, то есть предатут и с точки зрения психологии это связано с тем, что человек передается от себя, каким-то образом, то есть каким-то себя, где, как, в чем, это нужно смотреть и исследовать, потому что сейчас, сейчас, пока, ну это вот непонятно, сейчас, пока, где именно человек себе продает, но я думаю, что, я думаю, что предателство связано с игнорированием, то есть если человек игнорирует свои желания, свои приоритеты, вот, свои предпочтения, то это и есть предателство. когда подобное происходит, то к такому человеку начинает относиться, ну, так, как он к себе относится, то есть такое вот, отрекали бы, ну, грубо говоря, грубо говоря, и, собственно, как бы, отношения не выстраиваются так, как хотелось бы, вот, и кажется, что такой своего рода замкнутый, замкнутый круг, хотя по факту никакого круга нет, по факту есть просто такое вот негативное отношение к себе. Вот, ну, хорошая новость в том, что это можно контролировать, это можно улучшить, хорошая новость заключается в том, что это можно скорректировать, вот. если у вас опять же есть желание, это у вас есть желание, это дело. Вот. Если вот как-то, ну, смотреть на это с позиции, вот, что сейчас вот мы вам быстренько скажем, как все решить, вы решите и все, вот, то, конечно же, нет. Конечно же, конечно же, так это не работает, вот. Потому что здесь ситуация такая вот, она не простая в этом смысле. Она не простая вот именно вот в том смысле, что, ну, там замешано много людей, да, то есть есть вот друзья, есть там автор вопрос упоминал свою куму, вот, то есть как-то вот есть вот тут вот аспекты, ну, такие аспекты. И все это, конечно, очень, очень сильно оказывают влияние на то, может, с чем мы сталкиваемся, вот. Поэтому как-то вот подводя итог тому, что я сейчас хочу сказать, вместе со своей женой вам нужно спросить друг друга, чего хотите вы друг от друга. Вот, чего вы не хотите друг от друга. Что вы хотите для себя в отношениях друг к другу. И чего вы не хотите для себя в отношениях друг к другу. Ну и дальше уже, соответственно, можно будет смотреть на результат, вот, ну, корректировать его, этот результат. Ну, вот, ну, с результатом, смотреть, там, как его можно было бы интерпретировать, вот. И, соответственно, все будет что-то понятное. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что, ну, какую-то пищу для размышлений у меня получилось вам предложить. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Ну, и обратная связь, прошу, вот, обратить внимание, что обратная связь нужна, в первую очередь, вам, для формирования базовых, вот, постулатов для психотерапии. Ну, то есть, чтобы вы, вот, сами, значит, решили, с чего вы хотите начать работу над собой. Вот. Удачи вам. Надеюсь, что вы большой молодец, что обратились за помощью, но это только первый шаг. 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 Продолжение следует...